Новости на телеканале Хабар 24, в студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. За знаниями с риском для жизни несколько объектов образования в Западно-Казахстанской области признаны аварийными. В большинстве коллективы учащиеся переселены в другие школы, однако в некоторых ветхих зданиях дети продолжают учиться. Роза Сатканова побывала в опасных, на опасных объектах. Это здание в следующем году будет праздновать юбилей. 85 лет без ремонта. Два года назад оно было официально признано аварийным, но дети все равно продолжали в нем учиться, пока нынешней весной не обрушился потолок. В здании, рассчитанном на 280 мест, обучалось более 400 учащихся, а столовые всего на 16 человек. Здание полностью пришло в негодность и не соответствовало требованиям противопожарной безопасности, поскольку все коммуникации, электропровода, трубы проржавели. В апреле обрушился потолок. В целях безопасности детей было решено переехать. Теперь учащиеся аварийной школы будут заниматься в другой школе, пока на месте старой не возведут новую. Проект ожидает финансирование. Здесь у нас располагается учительская. То есть это бывший коридор же, да? Да. А это новое здание для учеников восьмой школы. Из аварийной восьмой педагоги и школьники переехали в 37-ю. И теперь лишь подтверждают народную мудрость. В тесноте, да не в обиде. Учительскую для преподавателя переселенцев смастерили прямо в коридоре. В итоге на двух этажах расположились 8 учебных кабинетов, где занимаются больше 500 детей. Эта школа по проектной мощности рассчитана на 1200 мест, но здесь обучается 1350. В нашей школе было на конец года 600 учащихся, сейчас 485. Порядка 110 человек мы потеряли из-за того, что мы переехали именно в эту школу, которая находится на окраине города. Как долго будут в таких условиях находиться дети, неизвестно. Проектно-сметная документация на строительство новой школы в процессе изготовления. При этом здание восьмой школы далеко не единственное, которое нужно заново отстроить. 31-е хоть и признано официально аварийной, но уроки в ней идут полным ходом. Уже 58 лет. О том, что данную школу снесут, а ее учащиеся будут переселены, в городском отделе образования обещали еще в прошлом году. В этом должен был производиться демонтаж здания. Но наступил новый учебный год с теми же старыми проблемами. Вот проводим уроки, но все равно боимся. За себя, за детей боимся. Тоже надо же отвечать за это. Почему в школе официально признанной аварийной, не соответствующей никаким санитарным нормам, до сих пор учатся дети, мы так и не узнали. Руководство предоставлять какую-либо информацию отказалось. А директор школы и вовсе предпочел скрыться от нашей съемочной группы, предварительно дав указания не запускать журналистов в здание учебного заведения. Ситуацию прокомментировали в другом ведомстве. Работы начаты по трем школам. Это у нас школа Чапаева в Акжиихском районе на 300 мест, в Уральске, в поселке Зачиганск на 900 мест. Сейчас планируется начать строительство школы Касалского района. У нас остались три школы, которые признаны аварийными еще. Это у нас 31 школа. Сейчас по двум школам, 33-31 по школам, уже проектно-документация готова, а по 8 школе разрабатывается. Всего в области в 2019 году выделено более 3 миллиардов тенге на строительство новых школ. Работы на двух объектах уже начались. Роза Тканова, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар-24. Эвакуироваться меньше, чем за пять минут из условно горящего здания успели ученики школы-интерната для одаренных детей в Костанае. Это была тренировочная отработка на случай возникновения пожара. Образовательные учреждения региона прошли контрольные проверки на соблюдение правил и норм пожарной безопасности. Все 50 школ областного центра сегодня эксплуатируют без нарушения, а вот в сельских они есть. Как работают над их устранением, узнавала Наталья Строкова. Сразу после объявления школьники начали покидать кабинеты без суеты и паники. В этой школе-интернате пять пожарных выходов, поэтому во время эвакуации учащиеся направляются к ближайшему из них. К примеру, от кабинета математики до него около 50 метров. Меньше пяти минут и все дети, преподаватели и обслуживающий персонал на улице. В классах и жилых корпусах людей нет. Такие тренировочные учения в школах-интернатах проходят дважды в год. В обычных – один. Контрольную проверку запасных выходов, проводки и пожарных сигнализаций представители чрезвычайных служб провели перед началом учебного года. В городских школах нарушений нет, а в сельских – одно на всех. Котельные находятся внутри зданий. В районах у нас проводится вынос котельных из стройных и пристроенных зданий. Отмечается все-таки положительная динамика и в этом направлении, потому что на сегодняшний день 22 школы уже котельные вынесли. Вынести котельные за пределы зданий нужно еще в 29 сельских школах. Насколько быстро пройдет эта работа, зависит от местного бюджетного финансирования. Наталья Строкова, Ермих Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24. На другим темам. Алматинская область вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции по уровню аварийности и смертности на дорогах. И дело вовсе не в их качестве. Как показывает практика, в основном водители попадают в ДТП из-за невнимательности. Одни спешат домой, превышая скорость, другие за рулем не выпускают из рук смартфона, рискуя не только своей, но и чужой жизнями. Как полицейские пытаются снизить плачевную статистику, выяснял Адельхан Сахари. Эти кадры сняты камерами наружного наблюдения. Такие аварии случаются на дорогах области практически каждый день. Только за 8 месяцев зарегистрировано больше полутора тысяч ДТП. В них погибли 317 человек. Свыше двух тысяч получили различные увечья. Жительница Талдыкургана Асель Кусаинова лишилась ноги в результате аварии. Случилось это не на трассе, а в центре города, где скоростной режим не должен превышать 60 км в час. В ее такси врезался автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Мальчик был не в трезвом состоянии. Угнал у отца машину, получается, они катались по городу. И вот тогда и авария произошла. В реанимации я была месяц, около месяца, неделю я была без сознания. Излишняя самоуверенность водителей сейчас подводит. Поэтому хотелось бы сказать, чтобы они задумались. Ведь они не только за себя ведут ответственность, а за окружающих. Алматинская область вот уже который год в печальном списке лидеров и по аварийности, и по уровню смертности в ДТП. И дело вовсе не в качестве дорог. По данным специалистов, 78% трасс области находятся в удовлетворительном состоянии. К примеру, около четверти всех аварий приходится на автобаны Алматы-Усть-Каменогорск, Алматы-Бишкек и Алматы-Кокпек-Коктал. На дороге покрытие, на которых считается одним из лучших в стране. Зачастую водители кто-то торопятся на торжество или домой. Имеет место водителей утомляемость, значит, сон за рулем. А иногда они просто отвлекаются на сотовый телефон. Буквально доля секунды невнимательности оборачивается такими роковыми последствиями. Для пресечения дорожных правонарушений одних полицейских машин стало недостаточно. Стражи порядка теперь патрулируют трассы из воздуха. Вот красный автомобиль, совершая обгон в неположенном месте, едва не столкнулся со встречной машиной. Водитель Лихач настолько уверен в себе, что машет рукой вертолету. К счастью, нарушителя вовремя остановили. Также для снижения аварийности на трассах республиканского значения стали устанавливать камеры видеофиксации и нарушений. Скоро планируют запустить аппаратно-программный комплекс «Сергек». Вот такие муляжи полицейских автомашин установлены на дорогах Алматинской области. Сдалека их от настоящих не отличить. Особенно в темное время суток, когда загораются фары и сигнальное громкоговорящее устройство. Ожидается, что до конца года будут установлены 20 таких муляжей. Еще одно новшество муляжей детей у пешеходных переходов. Увеличено и количество полицейских рейдов. Однако никакие меры не спасут от ДТП, пока не повысится культура вождения самих водителей. Адильхан Сахариул, Жасбайбусынов, Хабар-24, Алматинская область. Треник с мешками марихуаны весом около 90 килограммов обнаружили полицейский Мангистау. Задержаны двое ранее судимых жителей поселка Атамикен. Ими оказались женщины 39 и 44 лет. Следствию еще предстоит выяснить, откуда у них появилось такое количество наркотиков. Идет досудебное расследование. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. И к событиям в мире. Ураган Дори, наслабевший до первой категории, впервые достиг побережья США. Сейчас он находится в районе мыса Гаттераса в Северной Королине. Стихия уже вызвала торнадо и затопила некоторые автомагистрали. По прогнозам, Дориан продолжит двигаться в северо-восточном направлении. Этой ночью он достигнет южного побережья Новой Англии. А еще через сутки окажется на территории канадской Новой Шотландии. Между тем, на Багамах тысячи людей пытаются справиться с последствиями непогоды. Спасатели ведут поиски без вести пропавших. Накануне вечером официально сообщили о гибели 43-х человек. Однако министр здравоохранения Багамских островов предупредил, что число жертв может значительно вырасти. Индия не смогла посадить свой космический аппарат Викрам на поверхность Луны. Во время спуска на высоте 5 километров с ним была потеряна связь. Доставить модуль планировали на высокую равнину между двумя лунными кратерами в районе южного полюса спутника Земли, который пока никто не исследовал. Викрам должен был доставить небольшой исследовательский ровер Прагьян весом 27 килограммов. В случае успеха миссии Индия должна была стать четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей удачную посадку модуля на поверхность Луны. Ну а тем временем спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту возвратился на Землю. Все операции прошли в штатном режиме, говорится в сообщении Роскосмоса. Федор провел на МКС около недели. Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с кораблем «Союз МС-14» прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя системой управления разработки НПО-автоматики. Успешная стыковка корабля была выполнена со второго раза. Отмечу, робота Федора создали в 2015 году. В будущем он заменит человека в спасательных операциях и в космосе. В основные его задачи на этот полет входили передача телеметрии и определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок. И к событиям в нашей стране. В стране разрабатывают программу по развитию Национальной гвардии. Программа будет способствовать повышению профессионализма офицеров-контрактников и усилению воспитательной работы в военных институтах. Кроме того, будет пересмотрена штатная структура войск. Одни подразделения сократят, другие, наоборот, увеличат. Большое внимание уделят социальной защите солдаты и материальному оснащению частей. В пределах того бюджета, который будет выделяться, мы будем особое внимание обращать на приобретение соответствующей техники, военной техники, а также тех средств, которые будут обеспечить общественную безопасность нашего государства. То есть повышение мобильности наших подразделений. Победителем национального конкурса «Мерели от Басы» в этом году стала многодетная семья Тлекобыловых из Затараусской области. На торжественной церемонии в столице им вручили ключи от микроавтобуса. Дипломами, призами и сертификатами на бытовую технику наградили и остальных 17 финалистов. Всего за звание самой образцовой ячейки общества в этом году боролись около 3000 семей, больше половины из них из сельской местности. Победители определили путем СМС и интернет-голосования. Конкурс проводили уже в шестой раз. Напомню, он был учрежден по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Число участников за эти годы превысило 15 тысяч семей, среди которых трудовые династии, многодетные, а также супружеские пары, воспитывающие приемных детей. У родителей нас 8 детей. Я средний сын. Маме 83 года. По состоянию здоровья она сегодня не смогла сюда приехать, но разделяет нашу радость. Для всей семьи это неожиданность, потому что все конкурсанты здесь достойные. Сами мы с супругой воспитываем пятерых детей. Я директор в сельской школе. Она тоже работает педагогом. Всем своим детям дали образование. Сейчас они тоже достойно трудятся. Есть у нас уже и внуки. Выездную поликлинику в рамках фестиваля здоровья организовали сегодня в Центральном парке столицы. Любой желающий мог бесплатно пройти медобследование, проверить зрение, измерить давление или пройти экспресс-тестирование на сахар и ВИЧ. Получить результат можно было тут же, спустя несколько минут. Кроме того, в программе фестиваля были различные спортивные мастер-классы. Самые активные участники вернулись домой с сувенирами. Здоровый телевизор, здоровый дух, как говорится. Приехали, чтобы поддержать спортивную культуру в столице. Хорошее мероприятие. Во-первых, здесь одна малая. Я же вижу. Сегодня здесь участвует фонд социального медицинского страхования. Все вы знаете, что с 1 января 2020 года отрасль здравоохранения переходит к обязательному социальному медицинскому страхованию. И так как, учитывая, что не все население так хорошо знает об этом, сегодня мы рассказываем и об этом. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же там все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok